Ну что, мы продолжаем следить за розыгрышем слотов закрытой квалификации про Лиги 19 сезона Старладера. Сегодня мы наблюдаем уже по сути полуфинал. И тут у нас играет коллектив Дизолвер, они же V10 за Рейдент. Их оппонентом будет выступать коллектив Подвал Пауэр за Дайер. Предыдущую карту они отыграли очень агрессивно. И я жду от них не меньше агрессии и на этой карте, тем более, что они берут себе опять Манки Кинга. Ну а также доберет Дезераптора, одного из самых крутых саппортов, на мой взгляд, в том плане, что он всегда может ловить персонажа на отходах. Но его ультимейт невероятно силен, особенно если он докупает себе Аганем. Но оппонент отвечает не менее агрессивно, на самом деле. Угр Мак, персонаж, который в начале игры делает дикий экшен, особенно если он приходит в мид. И просто стоит там, мешая оппоненту пофармить, стягивая туда саппортов оппонента. Ну и Кристал Мейден, персонаж, которого никогда нельзя списывать со счетов. Да, у нее немного ХП, да, она медленная в начале. Но тем не менее, она всегда может отойти в лесочек, чуть-чуть подфармить, вывести дополнительное золото, не лечить экскурс своего кэри. Но также помогает тому же Угр Маку регенерировать свою Ману, что невероятно повышает его способности в начале драться. Ну а также ее огромный дэмэдж. Несмотря на то, что она, конечно, вся такая из себя кажется слабенькой, но ее колба жутко напрягает практически любого персонажа. Также Кристал Нова наносит невероятный урон с небольшим откатом, а также замедлением. Ну а если она новогодить, будет великолепно где-то в сторонке и наносить кучу дэмэджа, будет вообще круто. Тролль Варлор, Тролль Варлор также появляется для подвал пауэр. Крутой персонаж, уже с Манки Кингом неплохо смотрится его ультимейт, но если еще появится кто-то боевой в мид, будет его все великолепно. Может Шедуфин, да, какого-то. Может, Джаггер, кстати, уже в бане. Ну, вообще, персонажей много тут же, да, очень неплохо с ним смотрится. Ну, выбор у них пока что большой. В банах у нас, кстати, оказались Магнус, Джаггер, Террор Блэйд и Вивер, собственно, от подвал пауэр. Ну и Абадон Варлок, Сларк, Омник и Дезолвер. Интересные баны, хотя Омни Найта я себе не особо представляю в этом пике, но персонаж, конечно, очень крутой. В некоторых задумках, может быть, и сработал бы. Как минимум Манки Кинг в Ребенду, да и... Хотя, в принципе, под его дегену Ауру действительно могло бы быть очень забавно. Манки Кинг может неплохо за деревья в спину. Кстати, Темп Ларке запрыгиваться под колл снэп, можно пробовать ее забирать. С Дарксиром пока никакой комбинации, кроме как Ультимейт, Кристалл, Мейден я не вижу и очень надеюсь, что этой комбинацией будет Кэрри. Иначе Дарксир, который просто вывозит Мекку и Пайп, ну смотрится очень странно, на мой взгляд. Если ничего интересного не придумают. Последние пики. Кого бы я здесь хотел увидеть для обоих коллективов? Наверное, Дизолвер очень неплохо зашел бы к какой-нибудь Свену. Темп Ларочка поразвлекает в начале, а на перспективу с Дарксиром будет очень крутая комбинация со Свеном. Но подвал Пауэр получается Хардлейнер. Кентавер нужен кто-то, кто будет поддерживать Тролл Ворлор и Волкера в их начинаниях подраться. Может какой-то Спирит Брейкер. Кентавер, Слордор вряд ли, но тем не менее, Кентавер мне тут тоже очень нравится. Хотя с Дарксиром, что делать, как ее подконтролировать, не совсем понятно. Да и фиксировать под Манки Кинга нечем. Может быть даже какой-то тайдуха был бы очень неплох здесь. Или Никс Ассасин, кстати. Взбивать кристаллки ее Новый Год. Дарксир это у Спиктра для Дизолвера. Игра обещает быть интересненькой, потому как это очень плотный персонаж. И камбачить с ним, если он нам быстро вывезет Радик, очень даже можно. Ну, теперь задачка для подвал Пауэр даже посерьезнее. Оставится уже никаких тайдов. Кентавер может быть и неплохо бы зашел, но Энигма. Вот это крутой вариант, но честно говоря, если у Спиктра появится Рэдзинс, то Даггер будет бессмысленным для этого персонажа. Ну, будем надеяться, что принято этого внимания. И, возможно, мы даже Даггер на Энигме и не увидим, да. Может Мекку, БКБшку, там Рефрешеры, Акторины, все вот это, но без Даггера. Может, кстати, Форстаф будет куплен. Он все равно поможет имитировать, да и выходить из Драк сухим. Ну, побитым, но уходить. Хотя из-под Спиктра выйти будет непросто. Один Даггер, и куда бы ты там по текстурам не пытался форситься, он тебя все равно настигнет. Но, тем не менее, комбинация под Дарксира нету. Дарксир просто вывезет свои с латыны команды и будет спасателем таким своеобразным. Ну ладно. Такое мы тоже замечали, такое тоже практикуется, и зачастую даже выходит в коллективы победителями. Посмотрим, будет ли это тот случай. А пока что игра начинается. Ну и, честно, я даже не знаю, кто бы мог тут переагрессировать, скажем. Хотя, наверное, все-таки подвал гейминг несколько больше возможностей в начале. Обер как-то один на себя всю агрессию не сможет вывозить. С Темпларкой в миде они, конечно, будут пытаться писать фраги. Честно говоря, не знаю, удастся ли тут что-то, скажем так, интересное сделать сразу. Пока стоит пауза, пробежимся по составам коллективов. На Спектре у коллектива Дизолвер играет Аркатим. Камик у нас на Дарксире. На Темпларке Санта-Жотс на Кристалл Мэйден. Ну и на Угормаге будет играть у нас Тесла. Их оппонент. Коллектив Подвал Павер. Кто же у нас тут играет? Тус Ноу Ван будет играть на Тролле. На Инвокере будет Паша. Он же КПЗ. На Инегме у нас будет играть Бланк. На Манки Кинге. Акско. Как он мне сказал, это читается. Ну и РР будет играть на Дизрапторе. Тоже интересно будет посмотреть, что он вначале будет делать на своем Дизрапторе. Против Дарксира у них вряд ли получится как-то написать фраги вдвоем с Троллем. Но тем не менее, если будет стягиваться Манки Кинг с прокачанной Джингу Мастери, на попытках убежать на Сорджа и Глимсе, можно будет ловить этого Дарксира, ну и забирать. Так что Дарксиру нельзя расслабляться. Желательно еще поставить вард и палить перемещение Манки Кинга постоянно. Ну уж очень этот персонаж может эмуссировано солить. Кристалл Майдон уже поставил агрессивный вард в миде. В смаках все это было сделано с телепорта, поэтому оппонент не должен знать. Но хотя угадать всегда можно. Посмотрим, что из этого получится. Темпларочка не запулина у нас танго. Странно. Ну, наверное, сейчас ЦМК исправит этот. Нет? Что происходит? Темпларка. Поддружися темпларком, тангусиком. Огр. Вот, Огр поделился. Хотя, на мой взгляд, все же ЦМК стоило хотя бы один танго сдать, а то и оба, потому как Огр сейчас пойдет размериваться по хп. Ему это танго все-таки по-нужнее будет. Да, конечно, с Энигмой попытается у нас ЦМК попадаться, но, честно говоря, я не уверен, что это будет очень результативно. Под Эдалонов лезть не очень-то хочется. Попытка законтестить руну у нас, оказывается. Тролль видит Огром, получает Игнать себя, понимает должен, что тут стоит вард, так как Игнать прилетел с лограунда, отжали у них руну. Есть колба по троллю, тролля сгут у нас очень сурово, больно ему. Ну и ставится у нас статик килд и отходит тролль. Надо бы его чем-то... Да ладно, пакетом дотянулась ЦМК, это Фурсблат для Кристал Мейдан и начало у нее. Очень крутое. Уж за Тауру мы решили пофармить интересное решение. ЦМК сейчас себе может тапочек купить и бегать вместе с Огром напрягать всю просто карту. Хотя второй уровень, конечно, хочется получить, поэтому сейчас пару Крипчиков она заберет в лесочке. Кларитосики ей в этом помогут маны нарегенить. Ну а там посмотрим. Волкер тут с Темпларкой. Более-менее разговор у них ровненький, хотя Темпларке тут менее приятно. В конце концов она пси-блейды прокачала и абсорбить урон ей пока нечем. Ну и Нигму оставили один на один со Спектрой, поэтому он у нас сейчас получит свой второй-третий уровень. Тоже себя будет великолепно чувствовать на этом лайне. В спину выходит инвокеру, пошел Игнайт. И он уходит отсюда просто на ноге. Забавно получилось. Ристал Мейдан продолжает искать Крипчиков и получать свой второй уровень. В свою очередь Спектр уже потратила всю ману на то, чтобы проймять Энигму. И честно говоря, у нее не особо это получилось. Под Крипочками, у нее пассивочка на дополнительный урон как-то вот не работает. Очень неприятно ей вызвало и там в этом смысле. Манки Кинг, где ж твоя агрессия? Кристалка у нас пошла отпеваться с Шрайном. Ну и сейчас будет возвращаться на телепорте куда-то на линию. Манки Кинг пришел на линию к Дарк Сиру. Однако написать фраг как-то вот не получилось. Дезераптора второго уровня нету. Да и Манки Кингу по-хорошему тоже надо второй. Джингу Мастери и Палку. Либо хотя бы... Прыжки у нас по веточкам. Не, как же бабочка. Тоже вполне себе вариант. Кристалка тут в мид выходила не совсем понятно. Опаньки, Манки Кинга нашел у нас огры с дабл дэмиджем как же он ему наваливал. Неужели он вов соло просто забрал? Сколько дамы же этот огр внес? Слушайте, реально он вов соло забрал. Что надо для счастья в Огру? ДД и немножко маны. Отлично. Ну и у нас планируется продолжение агрессии на верхней линии. Тролль. Нашел ЦМ. ЦМ-ка откинулась у нас пакетом. Однако поможет ли ей это жде? Закрыли ее. И нет, это ей не помогает выжить. Сурж потратил у нас Дарк Сир. Хотя как же проминают у нас тут. ДД-то все еще осталось у Огра. Дарк Сир просто с двух ударов расклеился. Пытаются нажечь Манки Кинга, но по Тауру лезть особо смысла нету. Да, этот Огра с ДД просто ломает лица. Ну и продолжение у нас такое пассивненькое немножко снизу. Анигма, видимо, быстро вынесет свои артефакты. Возможно, Миказм появится. Там же посмотрим. Потавр пошли за, собственно, троллем. Тролля тут, скорее всего, дожгут. Однако Дарк Сир потерял на этом свою жизнь. Огра пытается добрать Манки Кинга с жжет щиточками. Еще один ударчик надо сделать. Прорядает Парифайр для того, чтобы написать этот фраг. Но все-таки упал он здесь так же. Однако, конечно, размен интересный получился. Болотишко заработали несколько побольше. Экшен в начале игры очень крутой. Правда, как-то на одном лайне исключительно. И это несколько обидно, наверное, даже. Темпларка фармит. Эмлокер фармит. Энигма фармит. Ну, спикера тоже. Подфармливает. Нужно, наверное, Манки Кингу сжать как-то посерьезнее здесь. Ну, и пытаются выйти в мид. Видимо, на Темпларку сейчас будет атака. Аркан руну надо забирать. Манки Кинг. Спрыгнул с ветки, забрал Аркан руну. Темпларке, конечно, неприятно. Она была практически фулл хп фулл мана. Поэтому переживет это. Как-то не особое ей настроение попортило тут Манки Кинг. Агр продолжает сжечь всех игнайтами. Тапочек есть. Стики тоже. Драться он готов. Мобы по-хорошему какой-нибудь Пурманс Шилд еще для того, чтобы под товара лезть. Там, терпеть удары тролля Манки Кинге. Было бы совсем великолепно. Ну, и планы, видимо, на атаку в тролля. Но тут Манки Кинг рядом. Дизраптор тоже. Поэтому, если полезут под товар, потеряют на этом жизнь. Как же сейчас должны были спалить Манки Кинга? Да ладно! Не обратили внимания, что щитки в сторону деревьев были направлены? Вот сейчас же должен был понимать Дарксир. Что-то пошло, видимо, не так. Может, не обращают внимания или смотрят не туда. Манки Кинг спрыгнул на Дарксира. Дарксир использует Сурш. Получается там, он слишком короткий. Приключается Вогра. Вогра сейчас сам Манки Кинга заберет. Смотрите, еще один ударчик. Манки Кинг отъехал, и он против троих был. Что это такое? Угрмак просто ломает всем лица. Санчик в тролля. Тролли раскручивают топоры. Конечно, весы будут работать. Ну, Сурш по Агру. Огр. Сейчас еще один удар. Добирает он устреля и пытается убежать отсюда. Но последний удар Дизраптора все-таки забирает его. Манки Кинг опять прилетел сюда. Спрыгивает у нас на голову Дарксира. Но он опять использует Сурш и просто убегает. Палка-палка. Ну ладно, Дарксир сейчас включит Джингу Мастери. А продолжение, видимо, не последует. Ну ладно. Ну, Агру тут, конечно, творит делов. Кто бы мог ожидать, что он просто будет бегать и ломать всем лица. Ну и продолжение. Есть куча с внутри Апсейза. Просто пришел, отжал руну здесь у Дизраптора. Встретил Манки Кинга, говорит. Привет, дружище. Вот тебе стан и гнает. Я тебе сейчас голову поломаю. Палка тут, конечно, ничего не изменила. Промель немножко огромный. Агру говорит. Ну и ладно. Иди сюда, Дизраптор. Маны у тебя нету. Я тебя сейчас буду жечь. Вот тебе станчик. Вот тебя мы сейчас позамедляем. Спектр сюда также прилетает. Ну и фраг для Спектры. Все-таки, ну, Огр, конечно, просто же, что исполняет тролль. А, Спектра улетела отсюда обратно на свою линию. Ну, в принципе, круто сыграно. 170 золотых заработал он здесь. Господи, что творит этот Огр? Остановите его кто-нибудь. Это нет, лучше не останавливается. Огр, Огр это всегда весело. Аркантапки у него уже есть. Блодласт накинул вас на Дарксир. Неужели полезут на тролля под тавр? Ну, маны не так много. ХП так же. Вот Огр сейчас возьмет себе арканы, прожмет их и можно будет агрессировать. Там на два игна это получится. И еще и станчик будет. И Блодласт на себя можно будет повесить. Крутое начало. Очень крутое. Манки Кингу надо как-то камбэкаться. У него даже тапка нету. 300 золотых на руках. Спалили ЦМку. И Энигма сейчас должен использовать в нее Малифайз. Алло, Энигма. Каталонов проезжали. И, ну давайте. Ну, ЦМка. Легкий же фраг. Спрыгнул Манки Кинг. Замедляет его. Но Энигма потратила, скажем так, времени слишком много. Не воспользовались момента. ЦМка просто ушла отсюда. Да, нехорошо получилось. Дарксир. У него жесть. Хедресочка. Второй рецепт на Солу Ринг. По-моему, он где-то мискликнул. Ну ладно. Такое тоже иногда бывает. Там не посмотришь в Куру условно. Что у тебя где-то рецепт есть. Потом думаешь, что у тебя магазин влюкает. Ну и так вот, как это получается. Глимсанули Темпларку. Темпларка, возможно, отсюда не уйдет. В центре стоит. Он на развороте. Просто говорит, Манки Кинг, иди сюда. С двух ударов его забирает. Еще бы один датар сделать под Детроптором, он бы тоже склеился. Но нет, Темпларка все-таки погибла здесь. Но все-таки хоть кого-то за собой тянуло в таверну. Не задается немножко играл подлогий подвал. Пауэрн, надо что-то придумывать. Есть у них, конечно, вариант с Энигмой камбэкать. Но под Энигму надо, скажем так, очень много всего придумать. Не знаю, это не должен быть либо быстрый даггер, либо сейчас Энигма должна в Меку выходить. И вместе со своим коллективом драться. Тарксир пытался у нас напасть на тролля. А вот, кстати, пролетевшая спектра очень даже ему помогла. Иначе пара ударов, и Тарксир бы тут склеился. Ну и опять сразу вернулась на свою линию. Прямо в руке к Манки Кингу ставится на нее. Сразу Блэкхолл Манки Кинг включает Джингу Мастер. Еще бы ударчик сделать. Забирает у нас тут спектру. Огромаг также может попасть под горячую руку. Дизраптор тут рядом. А что у него по Глимсу? И Глимс есть. Если дотянется, будет фраг. И дотянулся, Глимса нулим. Сейчас будет Малифайз, скорее всего. Да, пошел Малифайз, но... Как-то не туда немножко. Побежали все. Манки Кинг спрыгнул опять на голову у нас Огру. На развороте Огр просто пытается забрать Манки Кинг. Но еще бы один удар сделать. И фраг был бы. Но так не догорит здесь, скорее всего. Да ладно, догорает. Что этот Огр творит? Это просто жесть. Цемка в Инвизии нашла Инвокера, но помощь она пока не дождется. Спектру просто нашла Инвеку с ещеточком. Да, такое тоже иногда бывает. Цемка в Инвизии подцепила Инвокера. И колба, колба, колба есть. Инвокер отъезжает здесь. Манки Кинг, прелестевший, не успевает ничего сделать. Сейчас еще, возможно, его заберут. Игнает пошел. Нет, Манки Кинг здесь явно не выживает. Там еще параллельно спектра забрало возле Т-2 Дезераптора. Что-то идет явно не так у коллектива подвал. И модель меняет свою стратегию игры. Срочно. Иначе... Недалек часа не так и солью эту карту. Ну, а Огру нельзя останавливаться. Она достигнута. Просто бегать и продолжать развлекать карту. Как же Цемке тут повезло. 10 хп у нее осталось. Это просто жесть. Драксир, как обычно, ничего не боится. Уже за Тавр забегая там в поисках тролля и крипов. Да. Интересненько. Вот в Темпларке уже первый Митрилхаммер появляется. Так что в скором времени увидим Дизоль и Манки Кингу. И вовсе будет тут просто два удара на то, чтобы отдохнуть в таверне еще несколько десятков секунд. Манки Кинг должен, по идее, видеть у нас здесь Дарк Сира. Ну, Дарк Сир и сам просто нападает на тролля. Манки Кинг вынужден парить свою позицию. Ну, и Спектра прилетать должна сюда. Есть Даггер по троллю. Конечно, палку поставили на Спектру. Спектра забирают у нас сначала Манки Кинга, потом забирают тролля. Говорит, народ, идите сюда, золотишко поделитесь. И 2000 на руках у нее уже есть. Пызы урна, конечно, также на руках, поэтому Рейдинс, скорее всего, будет сейчас в планах. Стики у нее в фастбай, наверное, были минуты 3-4 назад, пока не пошел вот этот вот дикий экшен на карте для нее. Но сейчас у нее, скорее всего, все же в планах на быстрый Рейдинс тратить 500 золотых. Она вряд ли очень хочет. Вот, поставлен вард, Инвокер должен был видеть эту картину. Сейчас должно будет поступать, а в планах на то, что этот вардец нужно разбить. Темпларка тут пыталась агрессировать в Инвокер, но что-то пошло не так, он отошел. Сбили обсяк. Отвал, типа у них тут видно поменьше. Атака на Инвокера не уменьшалась с успехом. Правда, темпларку тут так же пробить не удается. Дезераптор просто умирает невероятно быстро вакуум по Инвокеру. А если до стыда, стоп, видимо, нету. Энигма очень хочет использовать Блэкхолм, но, по-моему, она умрет раньше. Так и получается, добирает дает им Блэрочка. Санта, конечно, тут не чаще, потому что вносят. И к нему летит уже дезолятор, дезолятор на руках. Им можно Манки Кингу сказать привет. У него не хочется. Ну, дезолятор показали. Манки Кинг все должен понимать, что жизнь у него совсем нелегка. Убивается рефракшн, но это не особо поможет палкой. Тут может у нас Манки Кинг, но... У него откат слишком большой. Просто так тратить не хочется. Надо, наверное, все-таки дождаться хорошего момента в файте. Пытается сбить у нас Дезераптор рефракшн. Вот там Пларка как-то. Может, не дует, просто сносит Тауэр. Опа, нет. И Локера нашли. Что надо за счастье? 3200 на руках. 14-ая минута. У нас почти есть Сакрит Реликум. Спектры. Это просто жесть какая-то. С появлением Рэдианса тут начнется просто дикая вакханальня. Там и Энигма будет сгорать, и Манки Кинг просто отъезжать от одной кнопки Спектры. Тут просто один удар по ХП нету. У нас у Тролля. Хороший Блэхо засасывает вода Тэмпларку. А также будут пытаться забрать Дарк Сира. Дарк Сир поджимает Мико, конечно, познаваторно. Тем не менее, живет. Спектра сюда прилетает. Будет забираться у нас Энигму. Есть пакет на Манки Кинга. Манки Кинга. Также не отлично прилетел сюда Инвокер. Ну и доберет он Спектр. Да, Спектра отъехала. Правда, Тавра, но тем не менее, по 566 золотых на четверых. Санстрайк по Цемке не попадает. Ну и теперь уже проблемы у Инвокера. Просто саппорты говорят, иди сюда, дружище. Есть колба по нему. Ну, на развороте, конечно, Цемку, возможно, доберет. Хотя еще один удар надо сделать. Да, забирает Цемку, но... Сам, правда, отъехал. Пережить всю эту атаку вряд ли у него получилось. Поэтому, наверное, он выжил максимум из сложившейся ситуации. Но, тем не менее, прилетал он сюда, наверное, все-таки зря. Весь коллектив его уже отъехал. Делать ему там было, наверное, все же нечего. Можно было использовать это время для того, чтобы подфармить песочек, на онлайн куда-то переместиться. Не знаю, даже вариантов, по идее, куча. Тут-тут-тут. Тут-тут-тут. Огрмак. Пошел такой. У него вошел, он убрал. Что по вардам? Поставить нам куда-нибудь. Встретался с Онигмой. И... Говорит. Доформил, кстати, он этих волков. Ай, не знаю. Я не знаю, как это камбэчить. Тролль, конечно, персонаж крутой, но... Если только везет ему на башике. Ну, а если посмотреть на его на Творс, то... Не знаю. Тяжко ему придется. Даже темпларк его просто с 4-5 ударов должны забирать. Если только попрет на миссии на баши, можно будет... Забирать ее. Опять же. Везение штука такая. Он может прийти, а может и нет. Хотя, все мы знаем, что можно набить баши где-нибудь в лесочке. Дождаться серии там из 10, может 15 ударов, которые будут без баши, а потом первым ударом накалибровать себе этот башек. А еще псевдо-рандом штука очень забавная в этом смысле. Игроки, которые, скажем так, знают про эту систему и используют очень часто, застаются его противника врасплох. Например, на Фантомке можно калибрануть себе Критом. 5-6 ударов сделать без Крита, следующий практически наверняка будет Критом. То есть, если ты прыгаешь с Фантом Страйка, то без особых проблем второй-третий удар будет Критом на той зло. В недалекой перспективе, скажем так. А можно и Крит так накалибровать на Даггер какого-нибудь саппорта подрезать. Атака у нас в Тролля, прилетает сюда Спектр, замедляют Тролля, просто жгут щиточками. Вот, вы посмотрите, он просто не пробивает Дарксира. Хотя, Санстрайк очень помог и Крепы все-таки добирают его, но тем не менее. Перспективы у Тролля в плане ДПСа плачевные на этой карте. Темпларка, два удара, не с Дезраптором. Даггер в этом помогает. Поставил тут трамп, не совсем понятно зачем. Ну ладно, у Спектра появился Рэддианс, 17-ая минута. Курач, вон она тут висела. Что-то должно было доносить, видимо, кто-то пережал куру. Тем не менее, темпларка и Спектра просто в шоколаде на этой карте. Они должны будут не отпускать своего оппонента, если только как-то дико не ошибутся. Там, не знаю, в пятером не подставятся под блокхола, потом, кстати, к штурмаментах их там не накроют. Тем не менее, нашли Манки Кинга на ворде, два удара, не ТМК. С МК, колба в инвокерах. Хорошая торнадо, правда, спасает им жизнь. Толба даггера в Томпларке чуть-чуть пораньше. Отличный блокхола в троих камень, сюда же прилетает Ограрс Дрив. Темпларка сейчас станет за Ягиса, ее надо забирать. И Молипайз пошел, дайгер сбит, она стоит на сентре. Минус три, сколько же золота они тут подфидзили? Скорее всего, порядка двух тысяч. А то и трех. Ну, нехорошо получилось. Тем не менее, пока что преимущество за ними остается. Две с половиной тысячи по итогу потеряли в нетворсах на этой... Ну, в графиках, скажем так. Две тысячи заработали одни, сами потеряли. 300 золотых. Ну, по итогу приятного все равно в этом мало. Дарить золото оппоненту не очень хочется в любой игре. Дарксир с даггером. Утроля огромные проблемы. Дарксир, врываться. Они не туда немножко прыгнули. Тем не менее, тролля отсюда не отпустят. Загулял. Ну что, а кто следующий будет у нас отъезжать? И где мы увидим продолжение экшена? Блэко откатываться невероятно долго, поэтому подвал, пауэр должны сейчас зажиматься и пережидать это время. Но, тем не менее. Сколько у нас там? 130 секунд еще. Это ж просто жесть. Если они ничего в то время делать не будут, спектра с темпларкой просто поломают всех. Ну вот, спектра просто в наглую пошла под Т-3. Мы надеялись попрожимать кнопочек своего оппонента. Инвокер получает голубу темпларкой. Почему не прыгает? Получает дизайн. Ну ладно. Как же этому инвокеру неприятно. Сейчас второй шрайн будет прожиматься. Использовали его. Вот теперь какой-то гипотетический файт помощи не дождутся они от своей базы. Конечно, там несколько армора больше дает всем находящимся рядом тавурочек. Но шрайны прожатые это не есть хорошо. Все-таки на них драться очень приятно. По защите. Ну, темпларка со своим драгонлайнцем просто не аревает по тавурочку. Получает ормана статик-штормом, накрывает она просто улетает отсюда, потому как рефракшн был не сбит. И это не учли у нас подвал деньги. Отлично вакуум по двоим, однако продолжение не последовало. Нарксирующий выцегонил, скажем так, арену от Манки Кельмен. Ну и по итогу сейчас без особых проблем переждут все это дело коллектив дизолвер и будут заходить дальше. Противопоставят уже по сути нечего из батл транс, конечно. Статик-шторма нету, арены нету. Ну, да ладно, отойдут. Нашли вард. О, ты что, мы сам дотянешься? Вот, разбирает вартишка. Решили забрать шрайна. Дополнительно золото заработать. Ну, хорошо, но тем не менее. Почему не воспользовались тем, что оппонента нет ультимейтов, я честно не понимаю. У Спектры есть хаунд. И можно будет попробовать на этой основе навязать файт. Хотя, так, ну, Спектр какая-то планируется. Троль здесь прибежал, но Спектра уже даггер покинула через текстуры и просто ушла отсюда. Да, не задается игра. У Спектры появилась Яша, теперь она еще быстрее. Ее иллюзии также будут пошустрее. Еще и руны иллюзии, но вообще ж великолепно. Куча Спектра Пайт. Либо эти иллюзии просто пойдут сейчас фармить какие-нибудь лесочки оппонентов. Хотя, они сами здесь окопались. Может, стоило тогда в свои леса на фарм отправить иллюзии? Ну, скаутят. Одна иллюзия толкает мид. Интересненько, интересненько. Энигма у нас в позиции. Хотя даггера нет, поэтому как-то выскочить неожиданно не получится. Дарксиры летают вниз. Будут пытаться принимать инвокера, видимо, со Спектрой. Есть Айншелл. Жжет он инвокера. Торнадо. Скинули этот Айншелл. Инвокер шелл он из. Просто не непринужденно. Дасты были прожаты. Инвокер найден. Без Спектра как-то Дарксир не может забрать тот его. Статик Шторм. Накинули на... Да ладно. И все это было в Кристалмейден. Серьезно. Ну ладно. Будем считать, что это был какой-то... Не спой, но Спектр очень круто отреагировал и сразу убежал. Просто из-под кинетик Филда и поэтому пережила это все. Огр, как же ты нагло играешь. Но он добирает тут все-таки Дидраптора. Прилетает сюда Спектр, собирает науки хинга. Ставится у нас Блатона одного Огра. Опять со страйком его добирают. Добирают так же Дарксир, но Спектра просто выжгла тут половину жизни всем. Тролль. Как же ему по-перему сейчас на башек и он заберет тут Спектру. Вот это уже отличный фраг. Ну и появляется 3000 на руках у тролля. Саша будет докуплена. Либо все-таки стоит задуматься про БКБ. Хотя... Нет, БКБ очень нужно тут все-таки. Огр, ЦМК, Дарксир в конце концов с его вакуумом. Приятного в этом мало. Куча замедления, куча контроля. Без БКБ тут невозможно будет сражаться. Касательно преимущества по Нотворсу. Да, тут Нотворса не очень много, конечно, у коллектива Дизолвер. Но, честно говоря, то, что... То, как, скажем так, протекает игра и какие слоты закупаются. Честно, мне кажется, что преимущество больше тактическое все-таки у Дизолвера. Вот эта Темпларка, которая просто с двух ударов забирает Манки Кинга и Дизраптора. Спектра, которую забрать крайне сложно. Ну и тролль, честно говоря, без БКБ это проблема. Это большая проблема. Слишком много тут все-таки контроля. Это и станчик, и замедление, как я уже не так давно говорил. И вопрос там, ему просто могут не дать выносить дэмэдж. Так что, не знаю. Преимущества, тем не менее, есть. Давайте просто посмотрим на графики. Преимущества, как вы видите, постоянно нарастает. Да, периодически кто-то отъезжает. Вот это вот было три фрага на нижней линии, когда за Т2 загуляли. Там три персонажа и Темпларка Аегу выменила. Вот это недавно файт, когда опять же Спектра отъехала. Но, тем не менее, роста наблюдается. Ну и здесь опять вот какой-то небольшой подфит был. Но сейчас они опять соберутся всей командой. И пойдут продолжать давить. Хотя есть одно большое но. Опять же, Блэк Холл скоро откатится. Драться возле своего хайграунда и ними куда приятнее. За счет того, что оппонент сам к тебе идет. Не надо, скажем так, изобретать велосипед. Ну а заходить на хайграунд, скажем так, инициировать. Ну кто тут может? Опять же, Спектра впрыгнет. Ну и Темпларка. Но потом вопрос, а как не попасть под Блэк Холл? Вот если Темпларку и Спектру одновременно, скажем так, засосут туда. И Огра будет стоять геометрически не там, где хочется. То он сбить Блэк Холл не получится. Просто, смотрите, вот гипотетически, да, вот заход идет. Темпларка же в любом случае отсюда заходит. Да. Допустим, Спектра впрыгнула куда-нибудь вот сюда, там, на Энигму, на саппортов. Если Энигма из этой позиции будет как-то вот сюда Блэк Холл оставать, то Огра сюда не пройдет. А так обходить, так Блэк Холл быстрее закончится. То есть, чисто у себя на Хэйграунде сражаться Энигме приятнее в этом плане. Ее не смогут обойти в спину. Ну, хотя есть исключение Дарксир с Даггером. Но тут тоже ему можно его сбить. Там Манки Кинг Арену поставит. Не знаю, с Андерстрайками дотянется Дизраптор. Тролль в конце концов как-то закрутит. Идалонами можно тоже сбить Даггерочек. Но расконтролить надо все-таки Энигме в этом смысле. Отлично, вард поставили. Тот вард очень редко ставится. И он очень неожиданно всегда для любого коллектива. И прочекать его сложно. Хотя Манки Кинг, если будет прыгать где-то там по своим деревьям, может обратить внимание на то, что деревьев нету. Но догадается ли он о том, что там вард? Честно сомневаюсь, я бы наверное и сам не догадался. Хотя сам люблю вот такие вот интересные позиции. Не успела сюда ЦМК. Уже замахивалась фрустбайтом. Но все равно чуть-чуть и не хватило Майсика. Даггер бы на ней увидеть. Было бы вообще шикарно. Прыгать, открываться, ставить свой Новый год великолепно. Очередно Рошан обходит у нас коллективу Дизолвер. Темпларка его скорее всего будет брать. Либо КБ у него уже появилось. Вот это отличное приобретение. Чуть-то проще цеплять прокрасный Букер. Топишь полностью нивелировать. Ну а там глядишь и выигранный файт не за горами. Хотя все мы прекрасно знаем, что поляна от Энигмы до ее Блэкхолл через БКБ все равно проходит. Так что приятно. Все равно нашли инвокера. Есть колба по нему. Но отличная Торнадо еще и поторопился немножко. Он с Септором. И Телепорт сбивает ему Блэкхолл Монон Дарксир. Спектра просто сожгала у нас Дарксир. Одним ударом помогла. И перепрыгнула у нас на Манки Кинга. Манки Кинга соло заживал. Шрайм нехорошо получилось. Совсем не в позиции оказались. У нас тут коллектив подвал. Поверили лайн из-за этого. Насколько бы я не разглагольствовал про то, что драться у себя на хайграунде приятнее. Ну почему-то. Не захотели они у себя на хайграунде сидеть. Не потеряли уже два лайна. Кстати, что по байбекам. А лынвокер его просто нет. Еще 20 секунд. Ну, Т3 при желании не заберут. А если еще учесть, что там БКБ и Айгису Тэпларки, то они просто сделают мега-крипов. Пошли Игнайты. Подожгли Енигму. Она сюда медленно втопает. Тарксировал, ворвался в вакуум. По-троим поставил здесь арену. У нас Манки Кинг, но арена почти ничего не делает. Ну и сгорает у нас тут просто... Тарк Дизраптор. Тролль башит у нас Агра. Ну, Тэпларка забила на все. Била милишный барак. Правда, сгорела она здесь все-таки. Не добив брак Дарксир уже в таверне. Спектр пытается ретироваться отсюда. И Инвокер делает ошибку, прижимает концептор и просто сейчас сожжет спектра. Правда, возможно, догорит сама. Нет, не догорит. Жить будет. Блэк Холл вроде бы неплохой по Тэпларке, но опять же продолжить нечем. Тэпларк еще один удар добивает мега-крипы. И все. Теперь мега-крипов придется как-то контестить. Огра, конечно, доберут. Но, тем не менее, миссия выполнена. А, там параллельно. А кто это забрал лайн? Я что-то не обратил внимания. Тролль, что ли? Скорее всего, тролль. Потому как он поздно появился в драке. А Инвокер, в свою очередь, в драке присутствует с самого начала. ГГВП пишется у нас под Валпауэр. Действительно, с мега-крипами им сражаться нереально сложно. Нету Мэл Шторма в Баттл Фьюри. Также ни у кого нету. Ну и Магнуса в команде также не присутствует. Наверное, им обидно все-таки проигрывать. Ну, естественно, в одном шаге от слота закрытые квалификации. Но, тем не менее, поздравляемый коллектив Дизолвер. Они прорвались в финал. Играют также агрессивно, за что им огромное спасибо. И я в ожидании следующей карты. И надеюсь на продолжение этой агрессии. А пока что немножко музыки. И мы с Кураком вернемся. Кураком вернемся.